С нами на связи Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик. Дмитрий, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Да, приветствую вас. Дмитрий, а насколько характерно для Путина в любых сложных ситуациях где-то, знаете, прятаться в норы? Всегда так делаю. Причем с самого начала, да, еще с подлодкой. Курск, да. Курск. Да, здесь даже такой есть символизм в том, что и подлодка Курск, и провалы сейчас в Курской области. Конечно, это очень красиво, что он, так сказать, пришел с Курском и уйдет, но всегда, как только, складывалась какая-то неблагоприятная ситуация в пиар-плане для Путина, он всегда пропадал, исчезал. Причем бывали дни, когда он пропадал надолго и пропаганда выкладывала консервы. Ну, знаете, да, кадры, которые были сделаны и всякие новости, которые были заранее заготовлены на случай отсутствия вождя. Вот, собственно говоря, это его стиль. А скажите, Дмитрий, что он этим получает? Он как бы что, как бы не фигурирует и не замазывается? Или он собрал всех, дал поручения, вы уже работаете? Да, я могу там в Баку съездить, но, знаете, возможно, люди хотели бы Путина видеть в Курской области или где-то рядышком, чтобы, да, там, лично контролировать определенные процессы. Или это не царского вообще, как бы, удела-дела? Нет, это изначально такая пиар-стратегия. Причем она в какое-то время даже была эффективной. Наверное, для определенной части граждан она до сих пор эффективна. То есть, если, как шутили на телевидении, да, если новость не показали, значит, ее не было. Да, вот если Путин не приехал в Курскую область, да, ну, значит, они просто про Курскую область покажут меньше сюжетов, меньше людей будут обсуждать эту проблему. Я думаю, что вот они размышляют вот с этих позиций. Причем, действительно, когда телевидение и пропаганда замалчивало многие ивенты, да, россияне об этом даже ничего не узнавали. Я очень хорошо помню 2014 год, когда была аннексия Крыма. И у меня, например, как у одного из немногих депутатов, кто выступил против этого, кто не голосовал за аннексию Крыма, у нас не было возможности свою позицию донести до избирателя. Вообще нигде просто. Ну, то есть я мог выходить на улицу, я мог встречаться с людьми на улице, но это какое количество людей? Небольшое. А выйти на какой-нибудь эфир и просто рассказать, почему аннексия Крыма – это опасно для России, почему это нарушение международного права, почему это приведет рано или поздно к войне – вот у меня не было такой возможности. Поэтому здесь это не потому, что он там спрятался, это потому, что его пиар-стратегии говорят, как можно меньше нужно ассоциироваться с плохими новостями и как можно меньше нужно привлекать внимание к проблемам. Дмитрий, а какие опции у Путина остаются в плане того, как реагировать? Мы понимаем, что есть люди уже определены, ответственные за или контртеррористическую операцию, или за курское направление и так далее. Если не Герасимов, то, возможно, Бортников или тот же Демин, соответственно. Да, вот мы понимаем фигурантов этой истории. Да, вот Путин дал эти поручения, и вот дальше что? Да, он в этих опциях или их реализация зависит от того, как проявить вот эти соответствующие назначенные люди вот в этих историях, в этих кейсах? Очевидно, что пока Путин принял решение не объявлять состояние войны. Потому что, в принципе, если мы возьмем закон об обороне, то в случае нападения на твою страну, а в данном случае Путин никакую войну не начинал, да, как он считает, что у него была всего лишь специальная военная операция, то по идее, подчеркиваю, не думайте, что это моя позиция, я пытаюсь его позицию интерпретировать. Раз ты войну не начинал, а Курск область, так сказать, осуществили нападение вражеских войска, да, с твоей точки зрения, Путин, то по идее, по закону, ты должен объявить состояние войны, ты должен это признать как нападение на свою собственную страну, а если ты объявляешь войну и состояние войны, ты должен что сделать? Ввести военное положение на всей территории России, что предусматривает огромное изменение правовые внутри страны. Это ограничение на въезд в страну. Раз. Да, ну, по сути, закрытие границ для, там, большинства мужчин, там, до 60 лет. Это объявление мобилизации не за бабки, там, когда ты деньги платишь за участие в войне, а принудительно, да, мобилизацию ты должен объявить. Вот. Ты должен позволить всем правоохранительным органам делать все, что угодно внутри страны, переводить экономику на военный рельс. Любой бизнес обязан подчиниться, так сказать, всем государственным всяким разным службам, структурам. Если нужно будет в интересах войны, там, не знаю, твой автомобиль, офис твое производство или еще что-то, у тебя это все спокойно забирают, экспроприируют, но ты ничего не можешь сделать. Общественный транспорт по-другому работает. То есть это реальное прям вот изменение условий для жизни огромного количества людей. Путин боится, да, объявлять военное положение по всей стране. Путин считает, что это может изменить вообще атмосферу в стране и привести к падению рейтинга. Поэтому он очень боится этого делать. И сейчас он дал команду, как он там сказал, выдавить противника любой ценой, но при этом вот эти механизмы, вот эти инструменты он не готов пока использовать. Но в принципе у него этот вот как инструмент есть, это его решение. Да, это не решение Бортникова, это не решение Минобороны. Только он может принять решение, объявлять состояние войны, объявлять военное положение или нет. Пока такого решения нет. Вот, ну понятно, что он может и красную кнопку нажать, чисто теоретически, но тоже мы прекрасно понимаем, что он делать этого боится. На самом деле я абсолютно согласен с тем, что события в Курской области, ну по сути, вот этот миф о наличии каких-то красных линий, они как бы замазали. Это не значит, что нет красных линий, но я здесь согласен с аналитиками, которые говорят, что красных линий, которые Путин декларировал, или которые декларировал Медведев, или там Государственная Дума, или кто-то там из политиков известных, эти красные линии точно нет. Наверное, они где-то там у Путина есть, о которых он не говорит. Но те декларируемые красные линии, они отсутствуют. Да, да, да. Тут как раз мы сейчас и поговорим по поводу приоритетов определенных. Да, если мы говорим о реакции Кремля на продвижение ОСО в Курской области, то она подчеркнула, что так называемые внутренние приоритеты Кремля все больше ориентированы на стабильность самого режима. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. По данным аналитиков, Путин, в частности, назначил помощника президента Алексея Дюмина руководителем так называемой контртеррористической операции в Курской области. Как пишет издание «Важные истории», это означает, что Путин не доверяет своему генштабу и Министерству обороны, полагается на людей, которым доверяет лично. Тем не менее, операция ОСО в Курской области особенно ярко продемонстрировала эту динамику. Реакция Кремля на вторжение еще больше подчеркивает все возрастающую зависимость от чиновников и структур безопасности, а не от внутренних структур, более ориентированных на политику или экономику, отмечают аналитики Института изучения войны. Вот скажите, Дмитрий, если мы говорим о определенном таком эффекте расшатывания системы, как вы считаете, по вашему мнению, оно наблюдается или все равно? У Путина так или иначе на местах все схвачено? Или вот с учетом той истории с Курской области появляется все больше, скажем так, людей, возможно, в окружении, близкими, не совсем, но которые, если и молчали до этого, то будут проявлять какую-то свою позицию, возможно, на более явно? Путин, безусловно, контролирует сейчас и регионы, и силовиков, вне всякого сомнения, даже с учетом ситуации в Курской области. Ну, чем дольше вооруженные силы Украины будут занимать эти территории, тем больше будет сомневающихся в том, что Путин способен вообще защитить интересы страны. Вот. И, конечно же, в долгосрочной перспективе вот это вот спецоперации вооруженных сил Украины, можно я так это назову, конечно же, Путина очень сильно ослабляет. И в глазах граждан России, и в глазах собственных элит, и на самом деле в глазах мировых элит. Ну, здесь граждан, наверное, настроения граждан ключевые, потому что отношение к территориям, которые международно признаны, российским территориям, оно, конечно, отличается от отношения к тем, которые Путин оккупировал, там, украл и так далее. Потому что здесь, ну, отжали, украли, не удержали, да хрен с ними. А это Курская область, да. Эта территория для большинства россиян, конечно же, является прям вот исконно своей. Поэтому одно дело, когда ты отжал какие-то территории и потом на какой-то линии разграничения договорился о мире, своих территорий не потерял, ты можешь это продать как победу. Если ты, там, отжал, оккупировал, не знаю, несколько тысяч квадратных километров, ну, и у тебя также забрали, там, тысячу или сколько, там, полторы-две тысячи квадратных километров, то ты в пиар смысле не выглядишь победителем. И это, конечно, для Путина является серьезной проблемой. А в России устроено все следующим образом. Ты вроде сегодня все контролируешь, да, тебе подчиняются силовики, тебе подчиняются регионы. Вот, ну, этот момент, когда все у тебя валится из рук, ты просто не можешь, так сказать, зафиксировать. Когда это вдруг начинается? Оно может начаться совершенно неожиданно и для Путина, и для нас с вами. Вот, в какой момент это все начнет рассыпаться, мы сейчас совершенно не знаем. Ну, безусловно, когда в элитах, часть элит поймет, что делать ставку на Путина, это уже просто опасно. Я думаю, что здесь должны сочетаться разные факторы. То есть, военные поражения, это военное поражение, в любом случае, элемент этого военного поражения. И второй фактор, это когда начнутся репрессии против своих. Обратите внимание, что сейчас идет борьба между разведкой и Минобороны, ну, или Генштабом, в том, кто виноват. Потому что кто-то за это должен обязательно ответить. Либо разведка, которая не доложила, либо Генштаб, который проигнорировал мнение разведки, вот, и не подготовился к нападению. Соответственно, если полетят погоны, если сейчас Путин начнет сажать генералов, я думаю, что это очень сильно напряжет элиты. В какой момент они почувствуют, что идти против Путина намного безопаснее, чем молчать, мы не знаем. Но такой момент обычно всегда наступает в любой диктатуре. Просто здесь мы можем не угадать со временем. Это может начаться год-два-три, а может начаться гораздо позже. Но сталинские времена показали, что репрессии сначала против врагов, а потом против своих. Я думаю, так же будет и с путинскими элитами. Дмитрий, а скажите, первая голова с плеч, кто Герасимов, или его Путин не будет трогать, а только близлежащих каких-то людей, которые так или иначе могли знать, но не доложили? Я не уверен, что он сейчас готов Герасимова убрать, потому что это было бы дезорганизующим для Министерства обороны. Ну, каких-то замов, да. А потом и Герасимова, но через некоторое время, наверное, скорее после войны. Хотя все может быть, да, и все зависит от путинской адекватности и адекватности его кадровых решений. Может быть, это будет чистка среди фейсбашников, потому что Путин очень не любит, когда внутри системы какая-то одна группировка набирает вес и выигрывает у других. То есть ему нужен всегда баланс. Если он порезал, так сказать, генералитет военного ведомства, по идее, по логике, но если он еще, так сказать, не сошел окончательно с ума, он должен сейчас навести порядок, даже кадровые чистки провести в структуру фейсбашников. Ну да, для баланса. Спасибо вам за разговор. Благодарим за то, что присоединились к нашему эфиру. Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик, был с нами на прямой связи. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.